Привет! Ты смотришь Тойстер! Ранее мы уже распаковывали парочку трансформеров, из которых собирается огромный девастатор, которых я купил в фикс прайсе. Из них собиралась вот такая вот голова, как бы, с краном со стрелой, и вот такая нога в виде ковша. Ну, просто нога, в виде экскаватора. Так, сегодня мы распакуем еще парочку, и еще в одном видео распакуем оставшиеся двух, и наконец соберем полного девастатора. Ну, вероятнее всего это он, правда, немножечко по цветам отличается. Хотя здесь есть фиолетовая отделка, так что можно с уверенностью сказать, что это именно он. Так, купил я их также в фикс прайсе, также по 200 рублей, но найти их было уже значительно труднее, потому что что-то решили завести вот этих двух. В трех из четырех магазинов были только вот эти два, и только в одном магазине нашлись остальные. Я купил всех шесть, поэтому не переживайте, я вам обязательно покажу, как все это дело объединяется и что из этого получается. А пока давайте начнем. Ну, пожалуй, посмотрим вот этого, потому что он будет нижней частью тела, а потом уже перейдем к другой версии. Так, ой, мне опять нужен нож. Где мой нож? Я не вижу, где он. Ладно, будем рвать. В принципе, не особо принципиально, как мы это дело откроем. Я вряд ли буду хранить их в коробках, в дисплеях этих трансформеров. Ну, знаете, что-то мне это подсказывает. Так, здесь у нас трансформер, который трансформируется в грузовик, в большой тяжеленный грузовик. Опять этот странный автомат. На кой черт он здесь? Вообще не понимаю. Этот грузовик будет второй ногой? Ну, видимо, да. О, это еще и партформер, потому что у него деталь снимается. В плане качества, в плане покраски, тут, в принципе, плюс-минус то же самое, что и у предыдущих. Посмотрите, более-менее аккуратно нарисовано все. Ну, понятно, тут без изысков. То есть, тут совсем минимум. Где могли, не красили, где надо было, все же покрасили. Смотрится, конечно, стыдновато, но на свои 200 рублей, в принципе, выглядит нормально. Руки гнутся внезапно. Хотел только сказать, что руки гнутся в локте, а они делают вот так. То есть, руки у него должны вот такие быть. А локти у него не сгибаются. Руки могут только крутиться, это странно. Зато здесь шарнир, весьма неплохой такой, могут еще вот так назад отгибаться. Ну, ладно. Так, ноги. Ноги вперед-назад и в колени сгибаются. Стопа, как вы понимаете, здесь не двигается, потому что не может. А вот это соединение, это не просто так. Это крепление, я так полагаю, для ног. А, то есть, это нижняя часть тела будет. Понятно, это нижняя часть тела, это не нога. А сзади у него, на удивление, кстати, если бы не пустые ноги и руки, вот если бы не пустое пространство здесь и здесь, он был бы весьма неплох по заполненности. Даже получше некоторых фирменных трансформеров. Ну и болтов в него накрутили, не жалея, много. Пять штук в тело и по два, по три в каждую руку. Еще есть маленькая вот такая кабина, которая... Чего она вообще изображает? Для чего она нужна? Ладно. Куда это приделывается, я пока не понял, но вероятнее всего это будет крыша грузовика. Попробуем его превратить. Как вы помните, никакой инструкции для превращения у нас, разумеется, у него нет. Поэтому придется самим экспериментальным путем выяснять, как он трансформируется. Первым делом вот это складываем. И далее, я полагаю, нужно его вот так повернуть, да? Или нет? А, подождите, нет. Вот так. Вот так он делается. Ух. Далее мы убираем голову внутрь. Я все прям на ходу, интуитивно это все выискиваю и соображаю. Почему-то только не закрывается. И осталось только как-то убрать руки. Наверное, да, видимо, вот так руки убираются назад, чтобы у нас получилось что-то наподобие кузова. Вот так и вот так. Ну, что ж, как говорится, не так уж все плохо. Осталось установить крышу. А, я понял. Крыша вставляется в руки. Вот сюда. Стоп. Да, вот сюда. Вот так. Опачки. Потом она вставляется вот сюда в ноги. У, слушайте, как все продумано. Ну, чтобы вы понимали, это, судя по всему, копия реально существующего какого-то девастатора. Потому что я находил более-менее похожую модельку. Если вы наберете девастатор желтого цвета, например, вы тоже увидите подобную штуку. Еще и вот так. Ну, слушайте, офигеть. У нас даже кузов получился вполне себе такой цельный, не стыдный. Получается вот такая машина. Так, еще вот это. Вот это зачем-то вот так вот отгибается. Я не знаю зачем, мы, пожалуй, вернем это на место, как было. В общем, такая машинка. Понятное дело, что колеса у нее... О! Он даже в теории может катиться. То есть по какой-то цепкой поверхности он даже будет кататься, потому что колеса у него не такие уж и стыдные. Так, значит, теперь вот этого парня мы должны как-то объединить с верхней частью. Ведь это он, да? Нам для этого потребуется инструкция, которая внутри. Инструкции по сборке самого трансформера нет, а вот по сборке комбиформера есть. Так, значит, нам нужно вот его взять, поднять вот эту часть вверх вот так. И что, перевернуть? И вот так? И вот так, да? Да? Видимо, да. Слушайте, видимо, так. И вот так. И это у нас получается тело для девастатора. И вот ноги, правильно. Так, значит. Фигачим тело при помощи вот этих двух коннекторов. Хрень мешается. А вот эта хрень не мешается. Оп, давай, давай, есть. Ну, с горем пополам он вроде как приконнектился. Таким, с переменным успехом, я бы сказал. Кривовато. Ну ладно, ладно, приконнектился. Короче, вот такая хрень получается. И можно сразу взять одну ногу. Вот, да. Одну ногу и её тоже сюда пристегнуть. Фига себе, он огромный получится. Вы смотрите, вот такая здоровенная скотина выйдет. Хе-хе-хей. Уже интересно, честно говоря. Ну, на самом деле не так уж стыдно. И то, что он трансформируется и соединяется, это уже достижение. Тем временем двигаемся дальше и зацениваем следующего робота. А у него название-то вообще есть? Игрушка. Робот-трансформер. Два в одном. Робот трансформируется в строительную технику. Никакого названия конкретно у этого робота, судя по всему, нет. О! А инструкция по трансформации-то сзади всё это время была. Но я, в принципе, могу и без неё, поэтому могли и не печатать. Так. Тут у нас будет экскаватор, который впоследствии станет одной из рук. Но он ещё более партформерный, потому что у нас здесь ковш отдельно. Грудная пластина отдельно. Кисть руки отдельно. Кстати, прикольная кисть руки, смотрите. Я думал, пальцы будут, правда, шевелиться каждый. А они вот такие. И только большой палец двигается. Ему... А ему... Погодите. Ну, типа, вот так ему этот автомат в руку можно дать. Вы сами понимаете, что это полнейшая трешатина. И ещё какой-то коннектор. Какой-то коннектор для чего-то. Вот столько добра сюда напихали. Так. Вот эту штуку нужно сразу приделать на... На девастатора, потому что она не нужна для трансформации самого робота. Это вот сюда приделывается. Да. Ой, дичь. Просто дичь. Далее. Трансформер очень субтильный получился. Он выглядит так, как будто ему хочется писать. Он ноги свёл. И такой, типа, ну, пожалуйста, пустите меня пописать. Я очень-очень хочу. Мне прям надо. А, во. Можно ноги ему нормально сделать, если вот так их расставить. Не знаю, зачем их так близко свели, если их можно было расставить. К сожалению, руки опять в локте не гнутся. А нему... Он сломался. Рука у него на шарнире. И она, по идее, должна двигаться. Но, как вы понимаете, сейчас она просто взяла и отломалась. То есть я даже особого усилия-то не прикладывал к этому. Вот и приехали. Вот и поиграли, как говорится. Но я сейчас, конечно, попробую собрать из него этот комбинацию и потом его присоединить. Но как бы вот, вот оно что, Михалыч. Так, сзади коннектор есть под, судя по всему, под руку. Итак, чтобы его превратить, что нам нужно сделать? Руки нужно вот так вот завести, завести наверх. И приконнектить вот сюда. Попробуем просто это сделать. Вот так. Не факт, что это получится. Ну, вроде как получилось соединить и даже ничего не оторвать. Теперь нужно как-то гусеницы эти фигануть куда-то. Так, подождите. Куда у него, во-первых, убирается голова? О, я отчетливо вижу. А, это крепление для руки. Я понял. Так. А куда гусеницы-то? Вот так, что ли? Ноги у него должны складываться. Да, ноги складываются. Да. Ну, видимо, видимо так. Я по-другому просто не вижу. А, вот сюда, вниз. То есть, вот так вот и вот сюда вот. Раз, рук. Стоп, блин. А как? Вот так, что ли? Да, вот так. Раз, рука. И, в смысле, нога. И два, нога. И получается у нас какая-то белиберда. Тугой. Очень плохой трансформер в плане сборки. Просто ужасный. Если его купить ребенку, я не завидую этому ребенку. Бедное дитя, которое будет страдать, собирая, пытаясь его собрать точнее. Вот. В общем, вот такой кран... Ой, вот такой экскаватор получился с кучей мусора, с кучей боли, слез и страданий, но получился. Вот такой. Ну, разумеется, это полнейшая хрень вышла. Ну ладно, чему бы нет. Короче, трансформер, экскаватор, и он должен превратиться в руку. Я сейчас с этим заниматься не буду. Я покажу, как он превращается в руку уже в последнем ролике, потому что, ну, как бы, все равно мы целиком этого девастатора не увидим, пока мы не откроем последних двух. А пока, ну, вот такой. Наверное, мне придется его заменить, потому что он сломался. Ну, ничего не поделать. На этом пока все. С вас лайк, подписка, комментарий, с меня ролики каждый день. И самое главное, если хотите увидеть продолжение, как получится из всех этих моделей девастатор, то обязательно, вот прям, точно лайк поставьте. Я проверю. Пока.